Привет, друзья! Рада видеть вас на канале MyGadget. Электрическая мясорубка сейчас практически никого не удивить. А вот ручные модели встречаются намного реже. А ведь ещё несколько десятилетий назад такие мясорубки измельчали мясо в каждом доме. В этом видео мы поговорим о достоинствах и недостатках ручных моделей. А также мы подобрали для вас 5 лучших моделей механических мясорубок. Ну а перед тем, как мы начнём, подпишитесь, пожалуйста, на канал и поставьте этому видео лайк. Механическую и электрическую модель объединяет одна цель. Это измельчение мяса, овощей и других продуктов. А в остальном, как правило, механическое устройство проигрывает электрическому. Но даже в наш автоматизированный век покупка ручной модели имеет ряд преимуществ. Поэтому давайте поговорим о её плюсах. Вес и габариты. Ручная мясорубка не займёт много пространства на кухне. Её удобно хранить даже в небольшом кухонном ящике. Надёжность. Ресурсы качественной механической мясорубки практически не ограничены. В них особо нечему ломаться. Вышедшие из строя крепёжные элементы или нож можно заменить, посетив хозяйственный магазин. При бережном обращении и своевременной заточке режущих элементов такая модель прослужит долгие годы. Бесшумная работа. Механическим устройством удобно пользоваться даже в ночное время, не опасаясь потревожить сон членов семьи или соседей. Ну и последний плюс. Они не зависят от электричества. Ручные мясорубки не требуют подключения к сети. Если произошло отключение электричества, такая модель сослужит добрую службу в процессе приготовления фарша для котлет. Ну а теперь давайте о минусах. Во-первых, это число насадок. Часто механические мясорубки оснащены только одной-двумя решётками для измельчения продуктов. Некоторые модели предусматривают насадку-соковыжималку для томатного сока или аксессуары для нарезки лапши или набивки колбас. И главный минус – это низкая скорость и производительность. Чем больше усилий вы прилагаете, тем больше продукта вы получите. Если усилий будет меньше, соответственно, и продукта готового тоже будет меньше. Ну а перед тем, как мы перейдём к топу, хотим посоветовать вам перейти на наш сайт. Там вы сможете найти советы по выбору ручной мясорубки, а также ещё больше рейтингов и обзоров. Ну и сможете задать любой вопрос, который вас интересует нашим экспертам. Ссылка будет в правом верхнем углу экрана или в описании. На пятом месте – Handy TESCOMA. Это универсальная мясорубка со стильным дизайном и довольно компактными габаритами, из-за которых она напоминает детскую игрушку. Она мало чем напоминает привычные ручные мясорубки, поскольку практически полностью сделаны из закалённой пластмассы. Из нержавейки здесь только нож и две режущие решётки, но не спешите списывать со счетов это компактное устройство. TESCOMA Handy – универсальная помощница, которая умеет измельчать лук, чеснок, томаты, орехи, арахис и твёрдые сыры типа пармезан. С перекручиванием мяса она также справляется, но чуть хуже, чем с остальными продуктами. Куриное мясо измельчает легко, жилистая говядина пройдёт тяжелее, прожилки могут намотаться на нож. Но если процесс застопорится, достаточно возвратить ручку обратно на 2-3 оборота. Устройство крепится на присоску, последнее присасывается к рабочей поверхности прочно и надёжно. Мясорубка легко разбирается, но мыть её рекомендуется только вручную, для посудомоечной машины она не подойдёт. Это устройство подойдёт хозяйкам, которые готовят домашние котлеты или хотят перекрутить одну-две головки лука и не видят смысла использовать для этого электрическую модель. Средняя её цена – 4,5 тысячи рублей. На четвёртом месте мясорубка от немецкой фирмы Гипфель 5405. Производитель заверяет, что эта миниатюрная мясорубка из нержавеющей стали прослужит вам около 20 лет. Внешне модель напоминает привычный советский измельчитель, уменьшенный в несколько раз, но с существенным отличием. В качестве крепёжного элемента выступает не струбцина, а присоска. Она отличается мощностью и надёжностью, поэтому беспокоиться о том, что устройство уедет в процессе переработки мяса, не стоит. Главное – приложить усилия для закрепления присоски, и прибор продержится как влитой всё время работы с ним. Аккуратно, если не сказать кокетливая внешность Гипфель, может привести пользователя в недоумение. Но пусть размеры устройства вас не смущают. Эта малютка отличается хорошим функционалом и способна обрабатывать даже говядину с жилами. Несмотря на скромные габариты, горловина у неё широкая, поэтому проглотит даже большие куски мяса. Острые лезвия здесь работают быстро и эффективно. Пластиковая конусообразная накладка на ручке не позволит последней выскользнуть из пальцев повара. Разбирать и мыть эту модель легко. Устройство совместимо с посудомоечной машиной. Гипфель выгодно отличается от электрических устройств своим весом в 1,8 кг против многокилограммовых тушек электромясорубок. Из-за этого не нужно ломать голову над местом хранения. Эта кухонная помощница, закончив работу, с лёгкостью поместится на любую полку. А некоторые пользователи хранят её даже в коробке из-под обуви. К ней в комплект прилагаются две решётки с мелкими и крупными отверстиями. Самый главный недостаток этой мясорубки – это её цена. За такую стоимость можно приобрести одну или даже две электрических модели. Но, тем не менее, если вы ищите качественную мясорубку, то стоит присмотреться к этому варианту, потому что прослужит она вам очень долго. Дива МРП Ротор занимает третью строчку нашего рейтинга. И внешне она практически не отличается от советских моделей, которые выпускались 30-40 лет назад. Но, в отличие от большинства старых моделей, которые выпускались из чугуна, Дива МРП Ротор выполнена из пищевого алюминия и весит всего 700 грамм. Заявленная производительность изделия – 32 килограмма в час. По факту же всё зависит от твёрдости продуктов и физических усилий пользователя. Острый стальной нож хорошо режет мясо, но на нём, так же, как и на решётке, можно обнаружить неэстетичные заусенцы. Устройство крепится к столу с трубциной, но резьба идёт туго и установка потребует определённых усилий. Дива МРП Ротор – лёгкое, компактное и бюджетное устройство стоимостью всего 750 рублей. Несмотря на то, что к качеству выполнения решётки и ножа есть вопросы, мясорубка хорошо справляется с измельчением большинства овощей, даже твёрдых и мясной вырезкой. Дива МРП Ротор – лёгкое, компактное и бюджетное устройство стоимостью всего 750 рублей. Несмотря на то, что к качеству выполнения решётки и ножа есть вопросы, мясорубка хорошо справляется с измельчением большинства овощей, даже твёрдых, и мясной вырезкой. Перемалывая жилистую говядину и очень жирную свинину, пользователю придётся попотеть, нож периодически забивается. На втором месте расположилась мясорубка HG006 Endeavor. Эта модель выполнена из пищевого пластика, который прозрачный в верхней его части, что позволит отслеживать процесс загрузки и процесс перемалывания фарша. Несмотря на материал изготовления, модель хорошо справляется с мясом. Курятина, индейка, рыба перемалываются легко и без особых усилий со стороны пользователя. HG006 Endeavor подходит для переработки овощей и орехов. Говядину и свинину рекомендуется предварительно очищать от плёнок и мелко измельчать. С такими видами мяса устройству справляться тяжелее. Модель оборудована прорезиненными ножками, которые цепляются за рабочую поверхность. Последняя должна быть идеально ровной. С её помощью удобно готовить домашние колбаски и сосиски с помощью специальной насадки. В комплект входят две решётки из пищевой стали с мелкими и крупными отверстиями. Чтобы загружать продукты было ещё удобнее, к устройству прилагается толкатель. Лучше всего она подойдёт для того, чтобы делать рыбный фарш или куриный фарш на котлеты. Ну а также её можно мыть в посудомоечной машине. Её средняя цена 1000 рублей. Мы долго колебались, какому устройству присудить первое место. Из лёгкого пластика или же из прочного металла. И в итоге победил последний вариант. MotorSeach 1MAS устройство добротное и надёжное. К столешнице крепится с помощью струбцины. Нижние и верхние башмаки прорезинены. Можно не беспокоиться, что мясорубка будет двигаться во время переработки мяса. Прижимающий винт прокручивается легко. В комплект входят две решётки для крупного и мелкого измельчения рыбы и мяса. Добротный острый нож легко измельчает поступающие в мясорубку продукты. И фарш получается однородный. По заверениям производителя, ножи начинают тупиться, только если количество часов работы с мясорубкой перевалит за 100. При необходимости эту деталь можно заточить полировальной пастой или приобрести новые ножи, которые продаются в хозяйственных магазинах. Также MotorSeach легко разбирается, собирается и моется. Производительностью этой мясорубки 32 кг фарша в час. Это устройство хорошо перемалывает разные продукты. От говядины и свинины до нежной курятины и мягких или твёрдых овощей. MotorSeach – добротная и износостойкая мясорубка. Придраться здесь можно только к одному. Это её дизайн, потому что выглядит она как настоящий советский динозавр. Но, тем не менее, очень надёжный. Подводя итог в этом видео, хочется сказать, что механическая мясорубка – это очень полезный инструмент. Во-первых, она компактная, в отличие от электрических моделей. И с её помощью можно перемалывать, например, небольшое количество мяса. Ну, электрическое и всё остальное. Также она подойдёт молодым мамам, которые хотят радовать своих малышей рыбными или куриными котлетами. Ну, а на этом видео подходит к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать наши видео. Ну и ставьте лайки. А мы, в свою очередь, постараемся вас чаще радовать новыми видео. Большое спасибо вам за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok